Сейчас мы рассмотрим полуприцеп шторный. 16,5 метров шторный полуприцеп с вынесенной осью марки Тонар. Объем 110 кубов. В данном случае полуприцеп реализован. Это штора-борд. На полуприцепе видим рекламу клиента. Внутри его будет металлическая брешетка также выполнена. Четыре оси марки Тонар. Две опорные 12-тонные ноги. Ось вынесена на 2,510 мм. На ней стоит подъемник. Сразу видно снизу подушки установлены. Подъемник. Второй подъемник также установлен на второй оси. Реализация первая и вторая ось. И в данном случае видно, что полуприцеп стоит пустой. Две оси передней подняты. Они земли не касаются, они подняты. Место для корзины. В данном случае запасное колесо тикачать сюда укладывается. Группа манометров. Это на переднюю ось нагрузку показывает. Манометр, который показывает на заднюю тележку. На заднюю тележку, на переднюю. На переднюю ось. Сляночный рабочий тормоз. Вапка. И экран уровня пола. То есть регулирование задней части полуприцепа. Полуприцеп, как я и сказал, реализован. Штора-борд. Здесь вот мы видим, прощупывается борт алюминиевый. А здесь обрешетка. Она просвечивается. Видно, что на полуприцепе, если мы откроем, выполнена металлическая обрешетка. Резина здесь 385х65, R22,5. Ось и тонар. Подвеска многорычажная. Ящик под коники здесь. Установлен ящик. Это ящик для коников. Для фиксации ворот. Дверь открыли. Крюком фиксируем. Алюминиевые двери. Получится у нас у вас открытие. Получилось. Давайте заглянем вовнутрь полуприцепа. Тут двери алюминиевые. Обрешетка. Это для жесткости каркаса и его антивандальности, чтобы не порезали. То есть у нас, получается, жесткость каркаса достигается за счет бортов алюминиевых по всей длине. И металлической обрешетки. Мы напротив каждой стойки видим металлические распорки. Они как раз позволяют держать каркас. И видим сверху крышу. Цельная балка, во-первых, у нас по всей направляющей 16,5 метров. И все составляющие не пластиковые, а металлические. Это очень важно. С боков мы видим, вот крюком зацеплены, это мульды для крепления груза. Вот как раз каркас стянут ремнем, чтобы его не вело в задней части. Вот они, мульды. Они по всей длине идут. И отверстие под коники мы видим. Квадратные с левой стороны и правой мы видим отверстие под коники. А спереди видим щит. Это для того, чтобы погрузчик при загрузке груза не повреждал переднюю стенку, не удалялся об нее вилами. Полуприцеп выполнен достойно. Это штора 16,5 метров. Отверстие под коники, пол из ламинированной фанеры. Боковые борта и обрешетка внутри. Вот слева, справа, в каждой части полуприцепа выполнена обрешетка. Ворота алюминиевые. То есть все сделано надежно. Эта штора закрывается. Тент отдельно левый и правый. И вверх, соответственно, по отдельности открывается. Давайте с этой стороны полуприцеп обойдем. Тут мы не полезли. Это лестница для того, чтобы добираться на полуприцеп. В этой части установлен инструментальный ящик. Тонар. Боковая защита здесь реализована. И реализовано здесь запасное колесо. В данном случае для полуприцепа. Вот оно положено. Это боковая защита алюминиевая. И ноги. Ноги в данном случае выполнены. Это производство марки Тонар. И ручка. Поднимать, опускать ноги. Хороший полуприцеп. Объем 110 кубов. 16,5 метров. Штора-борд. Очень солидная конструкция. Оси разнесены. Передняя и вторая ось являются подъемными. Мы ездим в рамках, на этом полуприцепе, понимаем, в рамках 44 тонн. Чистый груз 29 тонн. То есть на этом полуприцепе с тягачом 4х2 вы можете вести в рамках законодательства 29 тонн. Передняя стенка стальная. Из рифленого металла мы видим. Гофрированного. И для троса два места. То есть вот этот пломбировочный трос мы наматываем на эту часть. И эту часть троса пломбировочного наматываем на вот эту часть. А здесь универсальный блок розеток. То есть это пневматика 2х7, электроразъемы стандартные 2х7 или 1х15 электроразъемов. Здесь вы можете зацепиться с любым тягачом. Европейским, либо КамАЗ, Мерседес. Под эту всю электрику, пневматику, Скания, Вольво и так далее. Все подходит. То есть вы спокойно, гарантированно можете под нее зацепиться. Я хотел отметить, что оси выполнены на дисковом тормозе. Это четыре оси. Так как полуприцеп является магистральным. Тормоз здесь дисковый. Но по желанию клиента, также можно поставить барабан. Подвеска многорычажная. Может быть получится сейчас нам это продемонстрировать. С остальным стаканом это подушки мы видим стоят. И подвеска многорычажная на дисковом тормозе под полуприцепом. Плюсик, как я и сказал, первая и вторая, они подъемные. На полуприцепе рама, она выполнена вся, не сварена роботом. Рама и детали подвески, вот эти все, которые мы видим снизу, многорычажные части, они все сварены роботом. Вот эти все части, здесь шов виден. Все элементы, они все роботизированы провалены. То есть они не вручную сварку, а именно роботом. Также здесь стоит отметить, что все оси, они идут, сама балка и оси, она идет с толщиной именно 14 миллиметров. Она усилена, если БПВ, САВ, там балка и оси получается 10 миллиметров, где-то там 12 миллиметров, здесь 14 миллиметров. Если у БПВ балка она сварена с двух частей, как мы знаем, она квадрат, здесь балка идет в виде цельной трубы. Цельной вытянутой трубы с помощью уже пресса. Она очень крепкая и очень надежная. Вот полуприцеп группа компании «Союзрегион», если показать, они ездят от набережных Челнов до Владивостока и уже на Китай пошли, Казахстан и так далее. Они обкатали так эти оси и эти балки. Так как этих прицепов на стоянке, видимо, очень много, то есть они показали о том, что марка Тонар – качественная техника. И дальше, дальше ее берут. Техника очень качественная и востребована.